Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Азхат Халилов. Тема бритьё моё. Пока распарим лицо. И что сегодня вашему вниманию? Крем для бритья мыльный производства Россия. Компания Свобода. Я взбил хилую такую пену. Лучше не получилось. Также, чтобы обзор был поинтереснее, не только пена, к тому же неудачная, а также я купил лезвие Бик. В данном случае компания основана Марселем Биком в 1945 году. Но вот эти лезвия произведены в Греции. Стоимость 400 тенге лезвия. Это 66 рублей или 1 доллар. А стоимость вот этого крема для бритья мыльный. 500 тенге, 83 рубля или 1 доллар и 2 цента. Итак, всё. Теперь достаем лезвие. Пока достаем, расскажу анекдот. Вот. Заходит в магазин мужичок в Одессе и говорит, о чём молодой человек, это машинка для бритья лица. Ему говорят, 7 тысяч. И у этой машинки лезвия во время бритья сами затачиваются. На что клиент говорит, ужас, за мои деньги они ещё будут затачивать свою машинку об мою бороду. Итак, вот лезвие. Здесь вот написано на нём, как сфокусировать-то, написано Бик. Берём мой любимый станок Лорд, производство Египет. Он после ремонта. Ну, просто на него не пожалели при производстве на него железа, металла. Зарядили. Теперь берём эту позорнейшую пену. По-другому я не скажу. То есть я взбивал в обзоре в прошлом. В общем, какой-то кошмар. Получилась какая-то тягучая масса. Кстати, она ещё постояла. А до этого был ужас. Аромата нет никакого. Какой-то слабенький. Но посмотрим, как она покажет себя во время бритья. Может быть, она не очень выглядит, но будет лучше. Ну, если честно, неприятные ощущения. Ну, при этом её нельзя назвать дешёвым. Вот здесь 40 грамм, 500 тенге. Тихий ужас. Итак, но из хороших новостей. Мы сюда зарядили лезвие БИК. И сейчас мы опробуем их. Ну, лезвие бреет отлично. А вот пена тянется, извините, как сопля. Здесь вот уже теперь я беру не кипяток. Уважаемые зрители, а по вашему совету тёплую воду. Чтоб не затуплять лезвие. В общем, лезвие БИК отлично бреет. Но пена ужасная. Она просто сползает с лица. Ну, в общем, я по совету вас, уважаемые зрители, беру разные бюджетные крема для бритья. И из них пытаюсь сбить пену. Да, данные производства «Россия. Свобода», конечно, один из худших. Это какой-то ужас. Вот. Так. Ну что ж. Сегодня уже мы оцениваем ещё и пену. Пену я сбивал с помощью помаскара пира. О, ещё нанесём. Не, ну как сказать. Конечно, этой пеной побриться можно, но это не табак. Это не Нордвест, Маэстро. Две потрясающие ароматы. Это, конечно... Ну так, короче, бюджетный вариант. Тоже, наверное, кому-то может понравиться. Аромата нет, а некоторых людей ароматы раздражают. Лезвия потрясающие. Надо сказать. Вот. Пишите, уважаемые зрители, комментарии. Предлагайте темы. Если я нахожу те или иные станки, лезвия в Алма-Ате, хоть это и крупнейший город Казахстана, не всё можно найти. Здесь тема бритья малинка в забвине. Я имею в виду классического. Итак, нанесём ещё раз крем для бритья мыли. Кстати, вот он реально мыльный. У меня такое ощущение, что я взял мыло, просто ладошками его намылил, и вот... На лицо. Ну, приц, я не... Я... Когда очень спешил, я выдавливал вот это в ладошки, вот так, на лицо. Ну, эффект был ужасный, конечно. Может, было с таким же успехом обычное мыло. Вот. Но, но, радует... Лезвие... Биг. Радует. Здесь сколько их? Пять. Цена 400. Не, чуть-чуть дешевле, чем японские. В прошлый раз японские меня восхитили. Надо признать, восхитили. Вот. Супер. Вот. Еще один анекдот сегодня прочитал. Спрашивают там. Изя, почему вы не бреетесь? Он говорит. На данном жизненном этапе у меня нет девушки. Для себя. А для себя я покупаю пиво. Мне это очень понравилось. Я пиво, конечно, не пью. Но меня взбодрил этот анекдот. А для себя я покупаю пиво. Ну, еще раз. В общем, этот крем мыльный себя оправдывает. Но он не самый дешевый. Маленький объем, дикой цена. Но я брал на базарчике, а там, сами понимаете, цены прыгают. Иногда они вниз, иногда они вверх. Ну, лезвие, лезвие. Вот, честно сказать, радует, что в одном обзоре что-то расстроило, а что-то порадовало. Есть некое равновесие, уважаемые зрители. Некое равновесие. Ну, что ж, порезался. Причем во многих местах, ну, бывает. Сейчас лицо сполоснем. Сегодня у нас выходной, праздник. И поэтому я стараюсь время не терять, а отснять, уважаемые зрители, обзоры. Тем более, когда есть о чем. Одеколон русская лаванда. 530 тенге. Цена радует. Берем на ладошку. Так как сегодня много порезов, он, видите, раз, два, три, четыре. Ну, рекорд. Кстати, может быть, виноват крем. В общем, скольжение он не давал. Вот этот мыльный. Так как порезался, придется еще одеколоном лицо обжечь, прижечь. В общем, скольжение было ужасно. И лезвие хорошее. Острое. Ну, и вот они, порезы. То есть, видите, о, классическом бритье нету мелочей. Значит, по 10-бальной системе крем для бритья мыльный я даю 2 балла. По 10-бальной системе лезвием БИК я даю все 10. Потрясающе. Они мне понравились. Интересно, насколько раз побриться их хватит. Если, уважаемые зрители, вам понравилось, оцените видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok